Плаваем, летим Здравствуйте, друзья! Это программа о транспортной технике Едем, плаваем, летим В истории изобретений были случаи Когда инженеры из разных областей Изобретательства не просто работали Друг с другом, но и активно дополняли Свои изобретения В истории транспорта так случилось с гидросамолетами Их даже самостоятельными Воздушными судами назвать сложно Потому что это в буквальном смысле Летающие корабли О гидросамолетах и пойдет сегодня наш рассказ В начале прошлого века пытались шутить Что конструкторы никак не определятся Хотят они поднять флот в небо Или наоборот Опустить самолеты на воду Смешение транспорта двух стихий Дало совершенно новый вид боевой И гражданской техники Гидросамолет Оказалось, что для российских водных просторов Такой вид транспорта очень удобен И в гражданском, и в военном видах Напомню Эпоха российской гидроавиации Началась в 1914 году Когда русский инженер Дмитрий Григорович Представил самолет М-5 Интересно, что первый боевой вылет М-5 совершил 12 апреля 1915 года Есть в этой дате что-то знаковое Для российской авиации Поскольку гидросамолет Григорович Относился к типу плавающих фюзеляжей То его называли летающей лодкой Летающая лодка М-5 Была хорошо продумана Гармоничная конструкция С удачным аэродинамическим профилем И достаточной площадью крыльев Обеспечивали машине неплохие летные данные Продуманное сочетание силовой установки С размерами и массой самолета Обеспечивало простое и безопасное Управление в воздухе Также отличительными особенностями были Достаточный запас прочности При нормальной эксплуатации И легкий отрыв от воды При взлете Такие качества летательного аппарата Как нельзя лучше подходили Для учебного самолета Однако летно-технические возможности М-5 Оставались все-таки невысокими Максимальная скорость Чуть более 100 км в час Явно была недостаточно Для боевой машины И все же на тот момент Это был самый передовой гидроплан До 1917 года Было изготовлено 183 самолета М-5 Вслед за легендарным М-5 Григорович построил тяжелый Гидросамолет М-9 Который предназначался Для нанесения бомбовых ударов По кораблям и береговым объектам А потом создал и первый в мире Гидросамолет-истребитель М-11 После революции Предприятие Григоровича Было национализировано И в России на несколько лет Прекратились разработки Отечественных гидросамолетов Зато в больших количествах Закупались гидропланы иностранные Любопытная деталь В 30-х годах прошлого столетия Почти вся техника придумывалась Совершенствовалась И покупалась С расчетом на то, что она будет Использоваться в военное время Например, Россия покупала немецкие самолеты Юнкерс в виде гражданских После Первой мировой войны Германии было запрещено Производить военную технику Так вот, закупали самолеты гражданские А военные оборудования На них размещали уже на месте Но самым массовым Заграничным гидропланом Стала летающая лодка Валь фирмы Дорнье Авиалодка Валь успела себя Отлично зарекомендовать Во многих странах в боевых условиях Эти машины применяли в боевых операциях Испанские ВВС В Марокко В 1925 году В январе 1933 года Летающие лодки участвовали В подавлении восстания голландских моряков В Ост-Индии С июля 1936 года Воевали в Испании С обеих противоборствующих сторон В общем, опыт у Дорнье Был достаточный Валь представлял собой Цельнометаллический моноплан А два двигателя устанавливались в тандем на крыле Взлетный вес гидроплану составлял 6350 килограммов Максимальная скорость полета 180 километров в час Дальность 2000 километров Характерной особенностью машины Было отсутствие подкрыльевых поплавков Боковая устойчивость Обеспечивалась выступами по бокам фюзеляжа Эти выступы называли жабры Благодаря плоскому днищу лодки Самолет в случае необходимости мог совершать взлет со снега или льда Именно на это достоинство летающей лодки Дорнье Обратил внимание норвежский путешественник Круаль Амунсен Когда в 1925 году планировал полет к Северному полюсу В 1926 году машины Дорнье Баль Начали поступать в авиацию Советского Союза Их стали активно использовать для полярной разведки С самого зарождения гидроавиации Гидропланы плавно прошли несколько стадий развития Сначала строились самолеты на поплавковой основе По сути дела обычные самолеты модернизировали Снимали шасси и ставили вместо них поплавки Удлиненные поплавки были похожи на водные лыжи Они удерживали самолет на плаву и помогали совершить ему разбег по водной глади Следующей стадией развития гидропланов стали летающие лодки Фюзеляж самолетов этого типа представлял собой обтекаемый водонепроницаемый корпус По сути это был летательный аппарат Имеющий возможность посадки на воду или передвижения в надводном положении У каждого из этих типов гидропланов были свои сторонники и противники Но создание самолетов-амфибий должно было примирить всех Самым легендарным советским самолетом-амфибий Без преувеличения можно назвать самолет Вадима Шаврова Ша-2 Страна узнала о нем в 1934 году В 1934 году на Каспийском море случилось происшествие На Северном Каспии развит тюлений промысел По весне сверобой ушли на 100 километров по льду на охоту И вдруг случилась беда Огромная льдина откололась и вместе с людьми устремилась в открытое море Немедленно из Баку вышли на поиски людей два ледокольных парохода Поднялись в небо поисковые самолеты Летчики одной из этих машин заметили большую льдину с людьми И выбрав посадочную полосу, начали посадку Самолет, пробежав 100 метров, остановился у самой воды Пилоты привезли пострадавшим 10 аварийных посылок А затем навели на льдину с людьми спасательный пароход В сложных погодных условиях все 48 человек были спасены Самолетом-спасателем стал Ша-2 Впоследствии он стал самой массовой амфибией СССР Но мало кто знал, что его прототип построили в обычной городской квартире Какова же история появления легендарного самолета амфибии? Уже давно в стране ощущалась потребность в маленьком самолете на 2-3 человека Который мог бы работать и с небольшой сухопутной взлетной посадочной площадки И с воды Такие самолеты были нужны для сельского хозяйства, рыбных и тюленьих промыслов Для связи и снабжения в отдаленных и труднодоступных районах И вот в 1928 году за решение этой задачи взялся инженер Вадим Шавров Его летательный аппарат назывался Ша-1 Рассмотрев проект самолета амфибии Шаврова Ленинградское общество содействия и обороне авиационному и химическому строительству Осавиахим одобрило его и выделило деньги на постройку Но завод, на котором работал Шавров, был загружен работой И директор изобретателю отказал Амфибию стали строить на квартире приятеля Шаврова Энтузиастов не смутило и то, что квартира располагалась на втором этаже Через 13 месяцев крылья, оперение и лодка-фюзеляж были собраны И их выточили на улицу через балкон Вскоре после того, как самолет прошел все испытания На него установили более мощный двигатель и присвоили название Ша-2 Поскольку это была амфибия, у самолета работало штатное шасси Которое убиралось при посадке на воду В 1932 году началось массовое производство этого самолета Его использовали для ледовой и рыбной разведки На пассажирских гидролиниях и в научных целях Ша-2 были настолько надежны и популярны, что летали они до 1964 года Когда небо уже давно завоевали реактивные самолеты Военные не оценили возможности маленькой амфибии И летали на ней в основном в учебных частях и летных школах Однако во время Советско-финской войны о самолете Ша-2 вспомнили Когда появилась необходимость малого гидросамолета для оперативной связи в войсках Вывоза раненых и разведывательных операций в условиях болотистой местности Большого количества рек и озер Кстати, в известном фильме Валерий Чкалов о выдающемся советском летчике Пилоты совершают пролет под мостом именно на небольшом Ша-2 Современная история гидроавиации интересна В наши дни гидросамолеты все больше и больше используются в спасательных операциях С помощью гидросамолетов спасают людей в зонах чрезвычайных ситуаций И тушат огромные площади лесных пожаров На вооружении у спасателей стоят самолеты, которые за несколько секунд Планирование по воде словно огромные пылесосы закачивают тонную воды И сбрасывают ее в районы пожаров Чтобы управлять такими сверхсовременными машинами нужно особое умение Сегодня узнаем, как готовить летчиков-спасателей Ребят, мы с вами находимся на аэродроме МЧС Что здесь происходит? Как это происходит? Вкратце, об авиационных буднях нам расскажет Сергей Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Так, ну рассказывайте, что здесь происходит? В данный момент, после получения предполетных указаний Все вертолеты, все экипажи пошли к вертолетам Вертолеты запущены, вот можете увидеть Все, в данный момент три вертолета И вот один вертолет запускается И идет подготовка непосредственно к выполнению полетов Сейчас друг за другом по времени вертолеты начнут выруливать И приступать к выполнению задач, которые поставлены в плановой таблице на полеты А сегодня какие задачи? Сегодня задачи выполнения полетов в зоне Потом аэродромные заходы по кругу Отрабатывание поисково-спасательных работ И имитация одного двигателя То есть экипажи будут выполнять тренировочные полеты с полетом на одном двигателе Будет полностью имитировать отказ одного двигателя И экипажи будут тренироваться с взлетом и с посадкой на одном двигателе А как поиски происходят? Вы кого-то там в зону забрасываете или что? Или какой-то флажок, который они должны увидеть? Ориентировочно, да Флажок или же какой-то предмет И находится его поиск, этого предмета И непосредственно высаживается туда человек Он имитирует, что мы его спасаем Потом поднимается на борт и вертолет уходит И так отрабатывается точное место расположения этого объекта И потом подлет к нему грамотный Если можно сесть, то выполняется посадка вертолета Если в данном месте вертолет не может сесть, то... Но это как в горах, например, да? Да, работает экипаж со средствами спасения, которые находятся на каждом борту То есть это можно спустить на веревке, как называется, сур Или же на лебедке И потом так же поднять И сделать спасение непосредственно Да Какие они громкие Да, да, сейчас будут шуметь и дуть Видите уже, как там дует Смотрите, какой ветер от лопастей поднялся Смотрите, это все идет на нас Сейчас нас спасать надо будет Он освобождает место? Да, он освобождает место, чтобы вертолеты проруливающие не мешали ему и не задували его снегом Он уходит первый Вместо лопаты, чтобы не чистить, пролетает вертолет, чистит площадку Вот в условиях низкой видимости командиры сейчас будут отрабатывать посадку с условием возникновения снежного вихния Ну то есть то, что мы и видим То, что вы сейчас видите Ветолета практически не видно Практически не видно И вот в этих условиях надо произвести посадку, найти землю, увидеть ее, определиться и сесть Как это возможно? Это жутко интересно Сейчас раздуют И потом следующий уже будет поменьше вихрь Тяжелее всего первому Ребята, ложись! Это снежный вихрь, мы попали в бурю Что можно увидеть в таком вихре, это невозможно Как это делает пилот, я не понимаю Вон он, вон он вертолет, видите? За ним идет следующий А почему они именно выезжают? Ну, у них же есть колеса, поэтому выезжают Обязательно выруливают На тех вертолетах, на которых нет шасси другое Те тогда рулят, потому что колес нет А это те как самолеты выезжают А почему? Мне всегда казалось, ребят, наверное, представляют, что вертолет, он взлетает кверху Ну, если мы на аэродроме, то мы выполняем условия аэродрома То есть мы должны вырулить на то место, откуда можно взлететь Уже снег почистили, снега меньше Но он все равно задувает В данный момент вихрь садится, вертолеты у нас взлетают Вот они уходят в вертолетную зону, площадку Это где у нас лес и поля Будет выполняться посадка в поле и на поляны в лесу На ограниченные площадки с воздуха На поляны в лесу Вот там будет подниматься снежный вихрь, который Ну, совсем не видно ничего практически То есть то, что мы сейчас испытали на себе, это еще, как говорится, цветочки То, что у нас сейчас в лесу и в поле, это еще больше снежный вихрь возникает И ребята будут раздувать его То есть висят на высоте 20-30 метров над уровнем земли Раздувает этот вихрь в течение 1-2-3 минут Пока не увидят землю и потихонечку спускаются Сама веревка 50 метров, а трос лебедки 60 Есть вертолеты 90 метров То есть экипаж висит, трос опускается И уже пока контакт с землей тогда снижается Это все как раз на этих полетах, данных, которые сейчас выполняются Это все отрабатывается Берутся спасатели, берутся пострадавшие Спасатели фиксируют Если он руки развел от себя, значит, все прицепное устройство, которого фиксируются люди Значит, у него все готово Полет, он развел руки, значит, все готово Он показывает Мы готовы, у меня все нормально А какие есть еще команды? Ну, вот какие-то визуальные Даже может до земли Даже до земли мне может подсказать, сколько до земли Когда я его опускаю, он выкидывает руку и показывает Пять, четыре, загибает пальцы А, то есть за счет пальцев? Да, я командиру четко докладываю, что у меня до земли 2-3 метра Такие простые жесты Да Мне лучше видно его руку, когда он загибает пальцы А он видит непосредственно землю И я уже вижу, командиру, например, докладывают, что до земли спасатель, там, 5 метров, 3 метра, 2, 1, на земле Мы его аккуратно так Ну, тут разные условия есть, например, смотря какие пострадавшие и какая задача выполняется Есть взятие из воды, пострадавший, например, не может шевелиться, мы его с люлькой, да, то есть он на парамедике лежит Можно его зацепить в легкую, если пострадавший, там, сломана нога или что-то, у нас есть такой специальный, обхватывает вот так вот Ну, пояс специальный такой Здесь защелкивается, к спасателю вы прикрепляетесь, руки спасатель вот так вам держит и все, и вам вместе вас поднимают И ты такой, как в коконе, да Действие подъема вас, это занимает вообще доли секунды Пояс застегнуть 5 секунд, я застегиваю на вас и вас поднимаю Ну что, пожелаю, наверное, летчикам, которые улетели, успешного выполнения задания Сергей, а вам огромное спасибо за ваше нелегкое, как говорится, дело, всех успехов и летной погоды Пожалуйста Ребята, полетели в студию Нам пора прощаться, но напоследок вам простенькая задачка У самолета Ша-2 крейсерская скорость 80 км в час А практическая дальность одного полета 1300 км Сколько времени понадобится шаброшки, как ласково называли этот самолет-пилоты, чтобы прилететь на значенную дистанцию? Ответы на эту задачку и вопросы о любой транспортной технике присылайте на страничку программы на нашем сайте радостьмоя.ру Это была программа «Едем, плаваем, летим» Удачи вам на дорогах, на земле, на воде и в небе Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»